Выражаю огромную благодарность тем, кто остается неравнодушен и оказывает поддержку. Их имена вы сейчас видите на экране. Большое вам спасибо. Саня, это ты? Твою мать. Сейчас что-то слышал, друзья. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Вот та дверь сейчас дальняя закрылась. Что закрылась? Там дверь дальняя в коридоре, которая. Шевелилась? Да, почти закрылась. Если здесь кто-нибудь есть, дай нам знак. Вступи с нами в контакт. Призрак девушки. Дай нам знак. Дай нам знак. Стоять! Блять! 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 Стоять! 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 Тихо! Дорогие друзья, всем привет! С вами Александр Кошкин, это проект «Сверхъестественное» и Денис «Охотик на ведьм». Сегодня мы отправляемся в очень интересную локацию. Это заброшенная школа, где реально происходят странные вещи. Да, друзья, получается, в этом месте вы забросили буквально несколько лет назад всего. Там произошел очень трагический случай. Девочка-старшеклассница, она училась в девятом классе. В общем, ее загнобили, загнали в туалет и сдевались над ней. Она психанула и просто перерезала там себе вены. В итоге были очень долгие разбирательства, полиция приезжала, суды были, школу закрыли. И там оставался охранник дежурить еще очень долгое время. И вот, по его словам, он говорил, что ему очень страшно делать обходы в этой школе. Очень страшно, потому что полное ощущение, что по школе гуляет призрак вот этой девочки. То есть и охранник это подтверждал, и также приезжал в телевидение, они тоже подтвердили этот факт, что есть какие-то моменты, и мы пробуем туда пробраться и проверить все эти слухи. Да, есть ли там что-нибудь паранормальное или же нет? Да. Ну а мы начинаем. Поехали, друзья. И не забудьте подписаться на наши каналы, на мой канал, на Александры. Поставите лайк этому видео обязательно перед просмотром, потому что это очень важно. Ну а мы поехали. Друзья, все те, кто подписан на мой канал, кто просто любит смотреть меня и неравнодушен к моему творчеству, каждый из вас может помочь в дальнейшем развитии канала. Я думаю, что многие прекрасно знают, что монетизации в России сейчас нет. И мелким каналам наподобие моего очень тяжело существовать. Но если вы хотите, чтобы я чаще ездил и снимал для вас ваши любимые видео, в новых интересных местах, вы можете помочь. Даже 50 незначительных в наше время рублей – это тоже помощь. Реквизиты вы видите у себя на экранах и в описании под этим видео. Имена тех людей, кто не остался равнодушен, я буду упоминать в каждом новом видео. А отчеты о потраченных средствах буду показывать у себя в Телеграм-канале. Всем заранее большое спасибо. Все, друзья, мы уже зашли с Александра в школу. Сейчас мы, я думаю, пройдемся по коридорчику. И потом, возможно, разделимся. Нам надо сначала выяснить, где здесь источник под нормальных явлений. Действительно ли здесь вообще есть призрак. Погнали. Да, друзья, сейчас мы расходимся. Денис идет по этому этажу, а я иду наверх. Денис идет по этому этажу. Денис идет по этому этажу. Друзья, вот где-то в этих коридорах, где-то в этой школе когда-то ходила и училась эта девушка. Пока ее не довели до такого состояния, что она покончила с собой. Погнали. 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 Здесь не написано, к сожалению, какой-то туалет женский или мужской. Сейчас что-то слышал, друзья. Так, вот мы сейчас с Денисом пересеклись. Ты прошел там? Да. Слышал? Какие-то звуки металлические. Я сейчас здесь вот шел, кстати, там туалет находится. Я когда обратно шел, я слышал какой-то звук странный оттуда. Я вам тоже? Просто единственное, нельзя проверить, какой это был туалет. Там что-то написано ни мужской, ни женский. А мы как и знаем, что это был женский туалет. Ну да. Здесь уже настолько все разрушено, непонятно. Так, друзья, у нас последний этаж этого здания. Здесь мы с Денисом пройдем сейчас вместе. Здесь еще есть кто-нибудь? Друзья, просто хотим предупредить, что это здание под охраной. Мы забежали сюда очень быстро. То есть у нас сейчас вероятность того, что мы здесь будем обнаружены охранникам, очень большая. Да. Поэтому мы точно не знаем, насколько у нас выйдет выпуск. Видите, все быстро очень проходит. Опасно очень, потому что реально охраняется, что никто не лазил в избежание несчастных случаев. В общем, вообще ничего нету пока что. Тихо, тихо, тихо. Вот та дверь сейчас дальняя закрылась. Что закрылась? Там дверь дальняя в коридоре. Шевелилась? Да, почти закрылась. Походим туда. Иди, я сейчас тут посмотрю еще. Давай. Так, друзья, чердак. Там уже выход на улицу. Вот она, смотрите. Вот эта вот створка, она была открытая. Мы здесь прям заходили сюда. У меня ничего нет. Друзья, в общем, с Александра прошли уже все этажи, кроме первого. На первом этаже еще не проходили. Выяснили мы, в общем, что на этаже, где я был, это второй этаж был, у меня были какие-то странные звуки, как раз возле туалета. А у Дениса, вот сейчас мы поднимались на последний этаж, он, говорит, видел, что здесь как-то шевелилась дверь в коридоре. Ну да, вот там, в конце она закрылась. Пока у нас только два явления, но они наверняка точно не подтверждены. А сейчас, я думаю, что будем попробуем диктофон использовать. Да, мы сейчас спустимся на первый этаж, попробуем там еще что-нибудь записать на диктофон. Ну да, все, пойдемте на первый этаж. Ладно, давай приступать к диктофону. Давай камеру. Пока значений никакие, буквально один-два показывает. Ну давай, включай, попробуем записать. Если здесь кто-нибудь есть, дай нам знак. Вступи с нами в контакт. Призрак девушки, дай нам знак. Какой-то, друзья, странный звук происходит. Там, вдали. Вот как будто с той стороны идет. Давайте послушаем. Дай нам знак. Если здесь кто-нибудь есть, дай нам знак. Вступи с нами в контакт. Призрак девушки. Дай нам знак. И он там записался, смотри, тоже. Угу. На диктофоне. Слышишь, что это такое? У меня сейчас идея. Короче, подняться туда, где я был туалет, в котором я был. И в этом туалете проверить диктофон свой. Что-то ИМП, да, попробуй там, давай попробуй. А ты можешь подняться туда, где была дверь. Да. Закрывалась, ты говоришь. Попробуй как раз с ИМП. Сейчас разделим сюда? Да, да, да. Ага, давай. Друзья, дело в том, что здесь охрана дежурит каждый час. То есть она делает обход. Вы с Денисом не знаем, когда охранник будет здесь проходить. Так, друзья, это туалетная комната. Так. Так. Если здесь кто-нибудь есть, дай мне знамя. Призывы к девушке, дай мне знамя. Так. Так. Эй. Прigесная. Так. Если здесь кто-нибудь есть, дай мне знак. Призрак девушки, дай мне знак. Не знаю, друзья, ничего не было слышно в этот раз. Хочу сейчас провести исследование электромагнитного ИМП. А Александр уже попробует с диктофоном записать именно в туалете звук. Ну и, наверное, все. Что-то странно. Какая-то мука рассыпана. Так, сейчас отключу свет. Вот это получается светлое. Прибор, смотрите, смотрите. На чем? Вот, смотрите. Вот, начало второе, третье лампы загорятся. Вот здесь. Твою мать, здесь реально есть. Это не я, если что. Вот видите, где я держу общую руку? Смотрите. Видите, третье лампочка уже загорается. Это уже достаточно неплохая активность. Почему-то именно здесь. Напротив двери. Здесь кто-нибудь есть? Усиливается здесь. Вот, желтая лампочка уже пошла. Желтый уровень. Красный! Красный пошел. Так, сейчас, друзья, положу свет. Смену, и наоборот. Так, все света положу. Вот, смотрите. Помните, я показывал, что это приборный или электромагнитный прибор? То есть, он только на паранормальную активность работает. Вот, смотрите, какой здесь уровень бешеный. Вот, смотрите. Охренеть. Красный опять пошел. Вот, такое ощущение, что он прямо здесь находится. И камера плохо фокусирует на человека. Слышали? Какой-то странный звук. Вот, сейчас. Походу, друзья, это охрана. Надо найти Дениса. Господи, где-то здесь рядом. Что-нибудь, что везде. Может быть, вот этот туалет. Моргает, смотрите, в туалете. Где Александр? Сюда нужно срочно с диктофоном идти. Сюда нужно срочно с диктофоном идти. Денис. 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 я там походу слышал что то может охрана была уже охранник я не знаю охранник или нет на этом что-то слышал короче внизу по моему было хоть это на диктофон тенис нет я вообще был короче выйти был в туалете там короче диктофон ничего не записал и 4 3 5 показывал в туалет заходил тоже показывал все весь этаж почти давай туда диктофон мы возьмем у меня внизу ну давай давай попробуем твой кстати потом потом это отвалить там что я думаю что сейчас наверно будет обход что я здесь уже достаточно давно уже опасно становится ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пришлось просто экстренно остановить съемку, потому что он нас, мягко так сказать, попросил убрать камеру, и иначе бы вызвал полицию. Да, но единственное, что нам очень повезло, то, что мы рассказали, что мы снимаем видео, документальное видео, о том, что мы искали именно призрака здесь. Также мы нашли подтверждение этому ИМП, рассказали ему. И, как я говорил, это место, оно как бы не охраняется внутри, потому что раньше охранник работал, но он делает обходы каждый час. И получается, он сидит на КПП далеко, но он увидел наши следы свежие с Александра по снегу и решил проверить это место. И как раз мы там находились. Он зашел в это здание и ждал нас уже на первом этаже. Да, и звук, который я слышал, это действительно был охрана. Он уже ходил по первому этажу, а когда мы с Денисом спустились, он, естественно, заметил. Да. Но оказался нормальным мужиком и действительно рассказал нам, что когда он раньше делал обходы в самом здании, то слышал разные вещи. И та история, которую мы вам рассказывали в начале этого видео, оказалась действительно правдой. В общем, друзья, что хочу сказать в итоге этой истории. Охранник подтвердился. То есть, и то, что мы ему рассказали, что мы здесь также зафиксировали, и на диктофоне, и показания МП были очень сильные. Он сказал, что да, действительно, здесь оно присутствует что-то непонятное, необъяснимое. Но возвращаться сюда мы, наверное, уже не будем. Нас уже сюда вряд ли кто-то пустит, и это место действительно очень сильно охраняется. В конце охраннику мы скинули название канала, он подписался. Я думаю, что сейчас он как раз смотрит это видео, поставит лайк и напишет свой комментарий, так же, как и вы, друзья. Ну, а мы с вами на этом тогда прощаемся. Ну, не прощаемся, а увидимся в следующем видео. А меня зовут Александр Кошкин, это проект Сверхъестественное. И меня, Денис, Охотник на ведьм. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok